33 пешеходных переходов в Кирове должны привести в порядок по решению суда. Об этом сообщили в прокуратуре. Речь идет об объектах рядом со школами, детскими садами и учреждениями образования, где нарушения уже устранены, а где ходить сейчас небезопасно, расскажет Елена Шарыгина. Угрозой жизни и здоровью назвали кировские прокуроры маршруты детей в школы и детские сады. Они проверили пешеходные переходы около учебных заведений и пришли к выводу, они не соответствуют нормам и правилам. Обратились в Первомайский суд и там согласились с мнением ревизоров. Как итог администрации выдано предписание устранить нарушения на 33 пешеходных переходах. Суд согласился с требованиями прокуратуры, возложил на администрацию города Кирова обязанность принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения, организовать работы по обустройству и содержанию пешеходных переходов вблизи 33 образовательных организаций в соответствии с техническими стандартами. Светофоры и устройства пешеходных переходов проверяли сотрудники ГИБДД. Самое частое нарушение, по их словам, отсутствие лежачих полицейских, неработающие светофоры и тусклое освещение. Кроме того, не все так называемые пешеходники оборудованы по современным стандартам. Знаки нового образца выполняются на щитах со световозвращающей желтой пленкой. То есть тот же пешеходный переход, у него есть окантовка желто-зеленого цвета, световозвращающая, которая более делает информативный данный дорожный знак. На старого образца такие знаки, они были без желтой окантовки. К слову, в администрации отчитались. О выявленных нарушениях они знают и уже ведут работу по их ликвидации. Меняют светофоры на более современные комплексы и устанавливают ограждения там, где их нет. На перекрестке улиц Казанска и Роза-Люксембург знаками обозначены всего два пешеходных перехода. Соответственно, на этом участке приоритет отдается автомобилистам. Переходить дорогу здесь можно, но для этого нужно сначала пропустить все машины, убедиться в своей безопасности и только после этого выходить на проезжую часть. Нет на этом перекрестке и лежачих полицейских. А они нужны, потому что этот участок улицы Казанской прямой, светофоров нет и машины часто нарушают скоростной режим, что приводит к большому количеству аварий, констатировали в ГИБДД. Елена Шарыгина, Зоя Попцова, Алексей Зырянов, Бюро новостей, до вечера.